приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами поговорим о том каких вещей хранить ни в коем случае нельзя в доме почему потому что они отнимают вас деньги здоровья и благополучия итак давайте друзья далее все более подробно в этом видео вы знаете дом это то место где мы с вами должны чувствовать спокойствие уют иметь возможность отдохнуть как физически морально так и вы нас восстановиться на энергетическом уровне иметь возможность помечтать выстроить планы на будущее хорошо высыпаться чувствовать спокойствие в кругу близких и даже любящих людей но для этого в доме должна быть положительная энергетика которая будет в этом нам помогать это непростой труд но те кто уделяет этому достаточно внимания вовремя все делают получает дом который можно назвать никак иначе как крепость в которой ни один негатив не сможет причинить вам вред такой дом хочется возвращаться отовсюду даже из тех мест где было очень хорошо с того же отдыха с прогулок не говоря уже о желании как можно быстрее вернуться домой после трудного дня ведь это желание происходит на энергетическом уровне человек быстрее тянет его туда где он сможет подпитаться сильной энергетикой и укрепить свое биополе чтобы иметь возможность и далее противостоять всему плохому с высоко поднятой головой идя по выбранному жизненному пути поэтому уделяйте достаточно внимания энергетики своего жилья не ленитесь и получайте то что вы желаете находитесь только в окружении светлых энергий и приятных жизненных событий которые будут вас радовать но не огорчать но не стоит забывать и о том что энергетика вашего жилья зависит от того что ее наполняет какие вещи вы приносите в свой дом чем его украшаете заставляете чем пользуетесь повседневной жизни вещи притягивая положительные энергии могут помогать нам наделять жизненными силами и окружать нужными на определенном этапе энергиями а могут и отнимать силы делать биополе слабым а также притягивать ненужные энергии которые будут оказывать неблагоприятное влияние на все кто с ними контактирует на протяжении каждого дня если ваш дом наполнен неправильными вещами значит они будут также влиять на особую энергетику вашего жилья а это забыл будет заметно очень сильно в доме со слабой энергетикой не будут расти никакие растения а те которые есть начнут терять листочки и вслабеть детей будет мучить бессонница они будут разбитыми капризными эмоционально нестабильными животные будут или слишком активными либо будут практически не передвигаться по дому выберут себе какое-то определенное место и сместить их в другое будет просто навсего невозможно те кто живут в таком доме могут начать болеть хотя ранее даже не знали что такое головная боль члены семьи будут несдержанными что будет проявляться в агрессивной манере разговора в проявлении хамства в повышенных тонах и грубых словах ссоры и скандалы на протяжении каждого дня будут только приумножаться в таком доме станет неприятно находиться и даже будет казаться что сердце бьется быстрее чем обычно а на голову давит потолок недомогание и депрессия наполнят жизни те кто имеет более слабое биополе такая энергетика ни к чему хорошему не приведет поэтому пересмотрите нет ли вашем доме вещей и предметов из списка которым я сейчас вам расскажу пока есть время от них избавиться и нет последствий которым они приведут вашем доме не должно быть безжизненного декора которому относятся засушенные и искусственные цветы так как они излучают нехорошие энергии которые мешают положительным энергиям передвигаться по дому вокруг них образуется энергетический застой и они с легкостью могут подобрать негатив если кто-то с нечистым сердцем придет ваш дом не место и цветам из воска так как они несут себе пустоту то же самое касается таких модных в наше время шкур животных которые многие стелят на пол в гостиной или что еще хуже в детской комнате позволяет детям с восторгом играть на них такая вещь вашем доме несет энергию смерти и уничтожает все что ее окружает поэтому если такое есть вашем доме несмотря на то что вы ее взяли где вы ее взяли купили потратив даже не маленькие деньги или же вам кто-то ее подарил отправьте ее на дачу где она никому не принесет вред и не будет разрушать энергетику дома которым вы проводите много своего времени также маленькие дети не будут контактировать с ней а соответственно она не сможет влиять негативно на их биополе и на самочувствие в целом перья которые также часто используют по незнанию для украшения интерьера несут себе очень опасную энергетику и могут хозяевам дома притягивать несчастные случаи такой же энергетика обладает и чучело животных рога перья засушенные насекомые если вы на минуту притронетесь к ним рукой закройте при этом глаза то вы ощутите что ранее не замечали каким холодом тянет от такого предмета а холод это приток негатива который вы в этот момент ощущаете соответственно он постоянно притягивает к себе такой же негатив собирая его отовсюду где только можно не стоит в свой дом приносить вещи от людей которые испытывают к вам по какой-то причине неприязнь или зависть в это знаете такая вещь соответственно передаст вам посыл от того кто вам ее вручит а когда вы принесете ее домой она начнет излучать данный негатив который очень быстро распространится по всему жилью и скажется не очень приятным сюрпризом для вас особенно опасно у таких людей брать постельное белье одеяло подушку скатерть так как эти вещи взаимодействуют с вами во время сна и будут разрушать вашу энергетику притягивая в то время когда вы более всего не защищены это очень быстро скажется на вашей жизни а также на ваших отношениях со второй половинкой если такой подарок преподнесут одинокой женщине она так и не сможет найти пару застелив скатерть напитанную негативом на ваше сакральное место в доме с огромной энергетикой стол вы не только лишитесь изобилия но и разорвете таким образом энергетику жилья на мелкие части которые быстро соединят негатив в доме и это в вашем доме просто станет невозможно находиться а хозяин данного дома потеряет работу или же здоровье поэтому не стоит приносить в дом вещи от людей в искренности которых вы не уверены лучше сразу продайте такую вещь заброси фотографии в интернет или же кому-то ее подарите чтобы главное не рисковать не стоит приносить в дом подобранные на улице драгоценности так как часто их не просто теряет а выбрасывают специально таким образом избавляясь от каких-то сильных проблем а вы подобрав эту вещь не только подбираете чужие проблемы но и приносите сознательно такой разрушительный негатив в дом а он очень быстро окажет на него влияние а также на те кто в таком доме живет не стоит покупать драгоценности и у людей которых вы плохо знаете так как человек с такой драгоценностью может вам продать то что его беспокоит например безденежья отсутствие любви а вы принеся его домой быстро обменяетесь данным человеком такими нужными ему энергиями из-за этого у вас может распасться крепкая семья или же начнутся денежные потери которые не будут прекращаться а те деньги которые вы зарабатывали и вам их хватало на счастливую безбедную жизнь и вовсе перестанут поступать вашу жизнь так как вас либо уволят либо начнут задерживать зарплату не стоит приносить ювелирные изделия в свой дом которые продают незнакомые люди еще и по той причине что она может быть украдена а значит его владелец испытал сильные негативные эмоции грусть тоску а вы его принеся в свой дом получите такие эмоции которые связь данного украшения с его владельцем будет вам постоянно передавать из-за этого у вас может начаться даже апатия и вы можете потерять интерес к тому что ранее для вас имела большое значение увлекала и воодушевляла поэтому лучше украшение покупать ювелирном магазине пусть она будет небольшое не очень дорогое но вы будете знать что вы у него первый владелец что у вас ним крепкая связь а принеся его домой вы только при умножите энергии которые отвечают за радость и за счастье что благоприятно скажется не только на вас но и на энергетике вашего дома не должно вашем доме быть различного рода символов значение которых вы не понимаете а также различных шаманских масок фигура так как такая маска может призывать злую сущность а вы приобретя ее притяните эту сущность в свой дом что негативно скажется на энергетике жилья и у всех членов семьи к сожалению будут возникать желание бежать из такого дома мало того эта сущность способна принести в дом беды даже такие как пожар потоп или еще что-то не стоит покупать и различные статуэтки птиц такие как голуби сорока любая болотная птица так как они принесут ваш дом несчастья также покупая статуэтки изучайте пожалуйста этот вопрос очень тщательно не должно быть вашем доме и статуэтки слона с опущенным хоботом так как она способна притянуть уныние тяжелые мысли тоску а вот слон с поднятым хоботом наоборот принесет ваш дом радость удачи успех будет вас соберегать от недоброжелателей и нечистосердечных людей что станет отличным талисманом для любящей семьи избавьтесь от любых гипсов гипсовых скульптур фигура потому что они ослабевают вашу интуицию самый ответственный момент когда вы будете нуждаться в ее помощи она вас подведет эти фигурки способны с легкостью также впитывать любой негатив поэтому если ваш в дом вхож человек который его излучает то данная фигурка быстро его притянет а после передаст тому кто первый к ней прикоснется фигурки вашем доме должны быть из керамики фарфора хрусталя это материалы которые не только излучают хорошей энергии но и приумножают их поэтому очень благоприятно будет влиять на любое жилье не наполняйте свой дом и картинами состоящей водой так как они будут мешать поступлению светлых энергий ваш дом а если вы разместите такую картину на кухне то даже любые очищающие ритуалы и практики которые вы будете проводить они к сожалению не смогут уберечь энергетику жилья от разрушения не должно на картинок быть изображено и различных насильственных сцен голых частей тела так как такие изображения будут притягивать ваш дом в разврат и измены не стоит приносить в дом и картины которые не имеют четких рисунков а состоят из различных вкраплений геометрических фигур или чего-то невнятного что вы не сможете объяснить такая картина будет влиять на память и на мудро членов семьи разместив ее в спальне страсть покинет пару рыбы на картине помогут притянуть в дом сглаз не стоит хранить своем доме вещи которые остались от умерших родственников такие вещи напитаны энергией пустоты и соответственно данную энергию будет нести ваш дом что скажется на нем неблагоприятно начнутся потери различного рода также члены семьи из-за этого будут ощущать сильное беспокойство и страх что будут разрушать их внутренний мир и мешать поступлению светлых энергий также такие вещи будут вызывать вас грустные воспоминания которые будут мешать вам спокойно жить а дайте такие вещи тому человеку кто в этом нуждается предварительно очистив их от энергетики умершего человека а если вам их нет кому некому отдать то вынесите на улицу и сожгите оставьте себе одну или несколько вещей для памяти очистите их постирав обязательно соляном растворе так вы не будете во время взаимодействия с ними разрушать свою энергетику и испытывать неприятные чувства не должно вашем доме быть и посуды со сколами так как она способна не только разрушать энергетику жилья но и энергетику людей которые будут из нее есть а это способно наполнить жизнь таких людей недопониманием и постоянными конфликтами таких людей могут перестать просто воспринимать люди им будут не рады куда бы они не пришли нельзя в доме иметь и изогнутые вилки ножи потому что такие предметы будут также притягивать нехорошие энергии которые будут нарушать покой домочадцев также такие предметы могут и разозлить домового а его гнев вы быстро ощутите и ничего хорошего из этого не получится кроме того что у вас часто начнет ломаться техника это будет тянуть за собой постоянные денежные потери а также перегорать лампочки скрепить двери а подать штукатурка отклеиваться обои из-за чего придется делать ремонт поэтому не делайте то что может разозлить вашего энергетического помощника не должно вашем доме быть солонки из которой постоянно высыпается соль это не только плохая народная примета которая постоянно будет приводить к скандалам и ссорам ну и наполнит ваш дом интригами не место в вашем доме старому венику потому что это веник это оберег дома значит он всегда должен быть ухоженным при обращении с ним должны соблюдаться все правила иначе он выметит из дома добро счастье деньги а на их место придет безденежье разрушительной энергии и разлука между родными людьми веник положите обязательно три монеты самого большого номинала так во время уборки он будет привлекать денежную энергию ваш дом не должно быть вашем доме разбитых зеркал стекол то также если вы заменили такой предмет вам нужно сразу старый выносить вынести из дома и выкинуть иначе они способны так разрушить энергетику данного жилья что из него придется даже съехать так как жизнь таком доме просто станет невыносимой обеды будут сыпаться со всех сторон затрагивая все сферы жизни каждого из членов семьи без исключения поэтому обязательно следите за тем чтобы зеркала были новыми чистыми тогда энергетика жилья будет же такой друзья возьмите эту информацию на заметку на карандаш обязательно обращайте внимание на эти важные моменты но прямо сейчас друзья на перри поставьте лайк этому видео в комментариях напишите я живу в изобилии в достатке и в благополучии пусть вашем доме вселенной это все приумножит друзья кто спрошу как нас можно отблагодарить поддержать друзья ссылка есть в описании к этому видео любая сумма который вы считаете важной и нужной нам будут действительно приятно друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующий рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ друзья услышимся в следующем видео